Всем привет! Всем здравствуйте! С вами снова Ярослава Геринг и наше экстрасенсорно-парфюмерное видео. Не знаю, насколько оно сегодня будет экстрасенсорным, но достаточно бюджетным. У меня есть целая серия ароматов, которыми я пользуюсь изредка. И в основном, даже если это парфюмированная вода, я и пользуюсь иногда именно для помещения. Ну, немножко странно, я, конечно, понимаю, но все равно вместо того, чтобы брызгаться, брызгать помещение в ванной, например, в туалете, я не знаю, какими-то отдушками, которые продаются в обычных коммерческих магазинах, такие специальные спреи для туалета, я любительница что-нибудь такого повкуснее, повкуснее, необычного. Ну, и еще кроме этого, естественно, кроме того, что я их ставлю туда, иногда я ими сама брызгаюсь, но это бывает достаточно редко. Эта коллекция у меня еще с давних-давних времен. Эти парфюмы на мне сидят совершенно недолго, поэтому я просто, так скажем, для атмосферы, но не для себя. Я уже от этих ароматов отошла. Когда-то я давным-давно работала в парфюмерном магазине, оттуда я что-то приволокла и потом постепенно покупала, но когда я прикоснулась к люсу и к нишевой парфюмерии, естественно, эти я отодвинула на задний план, но это абсолютно не значит, что эти ароматы не годятся. Я говорю вам, как я их использую. Может быть, это, конечно, не совсем правильно, но если что-то имеет хороший, прекрасный запах, я думаю, что им можно брызгать вообще везде. Главное, чтобы атмосфера в доме была хорошая. Иногда я брызгую им в комнате, иногда на работе, потому что у меня некоторые ароматы, которые здесь, я принесла с работы. И так вот освежить помещение немножко очень вкусненько, ненавязчиво и совершенно прекрасно. Первые ароматы первого бренда, с которыми я хочу вас познакомить или, может быть, напомнить вам, потому что, может быть, у кого-то они уже есть, называется Компания Делли Индии. Это так звучит на итальянский манер. Компания Делли Индии. Это индийский бренд, или, во всяком случае, завозили его из Индии, и в Индии были взяты эти запахи. Я не знаю, может быть, это какое-то совместное производство с кем-то. Очень красивые флаконы, и все эти ароматы выпускались с 2000 года до 2013 года. Но эти ароматы, насколько я знаю, все еще продолжают где-то появляться. Видимо, запас у них был большой, а, может быть, они продолжают выпускать старые ароматы, но у них нет ничего новенького. Очень красивые флаконы, такие в индийском стиле. И первый аромат – это коралл. Я вам прочитаю, как он пишется на итальянском, потому что здесь, в общем-то, все написано как-то на итальянском языке. Может быть, это какое-то совместное у них производство. Называется Коралло Дел Аттолло Ди Ари. То есть это коралл, видимо, из какой-то индийской местности. Сейчас мы его с вами сразу же, сразу же понюхаем. Он был выпущен в 2012 году, то есть это относительно новый аромат для этого бренда. И здесь чувствуются сразу фруктовые ноты, ну и где-то немножко древесины, но очень много фруктов. Для меня это какие-то красные фрукты. Они немножко кисленькие, освежающие. В общем, такой незатейливый ароматик вот такого прекрасного цвета. Мне он нравится. У меня флакон использован чуть больше половины. Я им брызгуюсь в ванной, когда я крашусь. В основном летом, потому что это такой фруктовый летний аромат. Следующий аромат из этой коллекции вот такого вот красивого фиолетового цвета. И называется Индако Диперсия. Индако – это такой фиолетовый цвет, такой между синим и фиолетовым цветом. Говорят, что третий глаз у нас цвета Индако. Вот он мне очень нравится. Он у меня тоже достаточно много использован. И здесь очень много разных цветочных и восточных нот. Он немножко синтетический. Такая немножко синтетическая роза, орхидея. Здесь, мне кажется, что есть даже немножко малины. Ну, вот какой-то недолюксовый аромат. В люксе есть такие звучания, очень похожие. Но этот звучит еще более химически и более слабее. Хотя, в общем-то, для молодых, совсем молоденьких девушек, школьниц, вот эти вот линейки пройдут вообще на ура, мне так кажется. Им как раз это очень здорово подойдет. Что-то такое ненавязчивое. И третий аромат из этой коллекции Компания Делли Инди называется Роза Дель Дезерто Ди Петром. Роза из пустыни Петром. Кстати, у мальнишевого бренда Лука Умберт Лука, что-то у меня блэкаут такой небольшой, есть аромат, который называется Роза Ди Петром. Ну, он, конечно, совершенно не в ту сторону. Но, видимо, это какая-то пустыня, которую все очень любят. И в разных брендах, брендах от нишевых до самых макс-маркетов. Ну, видимо, это очень знаменитая пустыня. Ее обыгрывали разные известные и неизвестные бренды от макс-маркета до ниши. Но это, конечно, такая помадная розочка. Здесь есть мускус, цветы, роза, конечно же. Но очень помадно все слышится. Очень красивый вот такой цвет флакона. И думаю, что он у меня скоро закончится, потому что там совсем-совсем на донышке. Следующий бренд – это бренд, который называется Тезори Дориэнте. Ну, это и очень известный бренд, и в России тоже. Это итальянский бренд, это парфюмированная вода. И вот сейчас как раз первый, который я взяла в руку, называется Мускю Бьянко. Мускю Бланко, Бланко даже написали, White Mask. Это аромат, про мускус, естественно. Этот аромат я еще пробовала, когда я в парфюмерном магазине работала. У нас целый стеллаж был в Трезори Дориэнте. Этот мускус, он пудровый. Да, он белый, он чистый. Но здесь есть жасмин. Выпущен он был в году, в каком-то очень далеком, типа 2004 году. Заявлено и амбра, и мускус, и какие-то древесные ноты. Но все это очень пудрово и чисто. Такая чистая пудра. Очень хороший ароматик. Это нужно, когда совсем уж прямо свежий, чтобы пахло свежестью. Я им очень люблю брызгать на чистое белье. Вообще замечательно просто. Следующий аромат это... Как он называется? Это персиандрим. Это персиандрим. Это персианские мечты. И написано, что здесь гранат и красный чай. Здесь прямо так и написано. Это аромат новый. Выпущен он был в 2021 году. И здесь у нас есть и дерево, и жасмин, и апельсин. Мята, красное яблоко. Я немножко подглядываю в ноты, потому что в некоторых не пишут. А вот здесь в некоторых ароматах написано, и я нашла эти ноты. Но он действительно остренький. Здесь чувствуется яблочко и гранат, естественно, и ваниль и амбра. Но все это сидит недолго. Но аромат прекрасный. Он действительно очень-очень красивый. И для своей цены сколько они стоят? Они стоят где-то от 5 до 10 долларов. Так вот, наверное, где-то. Иногда, может быть, какие-то новые, можно увидеть и по большей цене, когда их перепродают. Сидят они, ну, часа два на коже. На белье подольше сидят. В воздухе тоже. Ну, в воздухе за час вы его больше не услышите. Но вот этот Persian Dream вообще замечательный, потрясающий. Следующий у нас зелененький, зелененький, который называется Forest Ritual. Это какой-то ритуал в зеленом лесу. Он мне не очень нравится, если честно. Я к нему как-то... Я вообще зеленый аромат и не очень. А здесь зелень такая вот для туалета. Извините, вы знаете, когда вот пихтовые всякие освежители воздуха продают. Ну, вот поэтому носить я его просто не могу. 22-й год, то есть это относительно... Ну, новый аромат, он прошлогодний. И здесь у нас заявлен имбирь, лимон, водная лилия и роза, хиноки, не знаю, что это такое, мох и амбра. Ну, здесь это так как-то звонко по-зеленому звучит. Я носить не могу зеленые ароматы. Но когда буду делать ароматы зелени, я, наверное, его внесу в эту подборку, поскольку, ну, вот что-то есть такого зеленого. Кому нравятся такие пронзительные лимонные ароматы, имбирные, вот, пожалуйста, вам сюда. Следующий – это водный аромат. Он называется Таласо Терапи. Это Таласо Терапия. Водное все. Прекрасное, замечательное. Да. Ой, какой он свеженький. Этим ароматом я не очень долго пользуюсь, поскольку я не очень отношусь так хорошо к разным соленым нотам. Но я обязательно сделаю подборку про морские ноты. Я скоро буду на море и повезу туда все флаконы, пробники, отливанты, все то, что связано у меня с солью, с морем. Так что, скорее всего, где-то в конце апреля я выложу это видео. Что у нас здесь заявлено? 20-й год. Бергамот и лимон. В средних нотах морская соль, морские водоросли. И в базе кедр и мускус. Ну да, в общем-то, так и звучит. Очень слышны морские ноты. Очень красивые флакончики. Мне они очень нравятся. И когда они в туалете, так вот в туалете, в ванной, так стоят в рядочек, это очень красиво. Это очень красиво. И последний, которым я достаточно много пользовалась. Это называется Маракеш. Красивый, древесный. Маракеш, здесь древесные ноты. Здесь тоже у меня использовано больше половины. 2010 год. Ну, здесь много дерева. И он такой немножко восточный. То есть, если мы представляем себе Маракеш, как город, то там вот базар этот, немножко специи, где-то дерево, купола. Ну, он недорого звучит. Совершенно недорого. И тоже сидит достаточно мало на коже. Поэтому вот тоже где-то так вот побрызгать белье или там ванной, туалет. Но, как я говорю, на шторе очень хорошо, очень хорошо на шторах сидит. И если вы хотите, чтобы у вас была какая-то атмосфера, вот, например, приходят к вам гости. И вам нужна какую-то атмосферу. А у вас нет ни ароматических свечек, у вас нет этих палочек никаких. Вот побрызгали. И часок где-то, вот пока люди приходят, может, какой-то аперитивчик и так далее, вот наслаждается спокойным, красивым ароматом. Где-то фруктовым, где-то древесным. В общем, пользуйтесь. Они такие на все случаи жизни. Можно пользоваться как угодно и кому угодно. Кому не нравятся очень стойкие ароматы, кому хочется только с утра немножко освежиться. Вот, пожалуйста, совершенно замечательно. Увидимся с вами в следующий раз. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. И я еще сделаю видео о каких-то бюджетных ароматах. Всем пока. Спасибо.